Валерий Креско забил единственный мяч, который принес успех Милану 1-0. Андрей Шевченко не играл в этой встрече и по заявлению Карла Анчелотти не выступит и против Пармы в следующем туре. У него не в порядке одна из больших бедра. Лацо Кальери пять забитых мячей. Опять хозяева поля проигрывают. На третьей позиции у Динезе 22 очка. Разрыв уже приличный. Пока две команды вот эти ушли от остальных и Милан по сути дела сражается в одиночку с лидером. То есть таким вот образом дальше работать. Навес на Ибрагимовича, Камуранези. Ибрагимович. Здесь передержка явная. Нарушение игровой дисциплины. И удар опять с дальней дистанции. Смотрите, даже неподготовленный вариант, но удар наносил Ибрагимович. Заработал угол счета. Похвально говорить. Ибрагимович. Эммерсон. Эммерсон. Ибрагимович. Рановато отдал. Коновару. Хорошая обработка мяча, но вся штука в том, что Ибрагимович оттирал соперника спиной. И там рукой еще себе помогал. Значит, попал под это все. И с мячом Ювентус. Ощущения были бы другими. У Недведова. Ибрагимович. Камуранези. И лутит откровенно. Какое-то ощущение у меня такое. Ой, как здорово. И не хватает доли секунды, чтобы Камуранези нанести удар по воротам. Здесь был великолепен Давидс. Но в начале это был Ибрагимович. Вот из-за этого его любит Фабио Капелло. Совершенно нестандартные вещи. Борьба в центре поля. Эммерсон, Недвед. Пас на Ибрагимовича. Вы видели, что делал этот парень-то? Как взявился вверх и на грудь мяч поймал. Когда, казалось бы, любой игрок другой должен был сыграть головой. Камуранези. Ибрагимович. Салоета. Ибрагимович. Как он? А? Эх, поскользнулся, жаль. Но за счет длинной ноги... Отдал Роналду при первом голе. Вообще фантастический. Такой черпак исполнил, что просто мне обменяться впечатлениями. Не правда ли? Спасибо. Поехали дальше. 0-0. И... Камуранези с мячом. Я к тому говорю, что пока Салоета не очень себя проявил. Но старательный секрет... Как правило, чаще всего мячи посылают в таких случаях на Адриан. Он играет здорово головой. Салоета пас налево Ибрагимовичу. Рядом Кордоба. Ух, как уловка-то, а! Да нет, не то надо было нам показать. А как... Ибрагимович. Камуранези. Два в каждой игре. И четыре всего пропустил, между прочим. Лучшие показатели в этом плане следующие. У Милана восемь пропущенных. У Палермо девять. Палермо, вы слышали, да? Самбдория десять. Но там Антониоли еще играет. Зато... А теперь можно уже опять к полю. И к Ювентус. Меря Коноваров штрафной. Нормальное явление. И он продолжает там работать. И вот он устремляется за мячом. Всякий случай, если надо, будет рванет в центр обороны. Но тут Забина остался. И Турам еще к тому же. Ибрагимович увлекся. И опять тот же прием. Высоко выпрыгнув на грудь, сбрасывает мяч. Убирает лишнего, тот, который мешал. Михайлович его фамилия. А это там вот такая борьба была. Это, в свою очередь, Михайлович. Таким вот образом распорядился с Ибрагимовичем. Ну и квиты штрафной. Добавленное время. Турам выиграл у Мартинса. Отбил на Дзанетти. Станкович. Не поняли. И плохая передача в направлении Ибрагимовича. Что касается Ювентуса, то тут есть другие наблюдения. Но я думаю, что мы их оставим на второй тайм. Тем более, что первый закончится. Такая замечательная панорама стадиона. Уважаемые телезрители футбольного канала НТВ+. Это продолжение прямой трансляции из Милана. Интер-Ювентус. 13-й тур серии А. Станкович. 8-й, Давидс. 30-й, Мартинс. 10-й, Адриано. Роберто Манчини. Главный тренер, которому исполнилось сегодня 40 лет. Ювентус. Первый. Эти вещи выполняет Недвик. Ювентуса. Ибрагимович немножко не дотянулся до мяча. Вот посмотрим еще раз эту передачу туда. Вот смотрите. И может быть Камбьясу чуть-чуть подтолкнулся. Может быть. Вот потому что. И вот уже после повтора следующая атака Ювентуса нарушает правила Ибрагимович. И Рудомонти естественно останавливает игру. По амплуа значит выглядит все это так. Для тех, кто не с самого начала не все четко и ясно. Забина, Туран, Канавар, Замбруто. В обороне Камбране, Замблазин нет в защите. Ибрагимович. 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 Кордоба ему по плечу. Пас. И что дальше? Ну, немножко сильно. А мяч ушел от ноги Кордобы. Но его подталкивал действительно Ибрагимович. На замахе хороший финта. Вот пас не очень удобный. И теряет мяч Михайлович. Неожиданный удар. Тольдо верно занял позицию. Камуранези. Штрафной удар. Любимые ходы Ибрагимовича. Когда собирается пара против него игроков. Замброты в направлении дальнего угла. 1-0. У Ювентуса не получается контроль мяча совершенно. Не контролирует команда мяч. Посему в этом плане превосходство в начале второй половины Ювентуса очень даже заметное. Слишком даже заметное. Так, по определению, во встрече таких команд вроде бы не должно быть. Тем более, что Интер-то ведь принимает на своем поле соперника. Вот такие финты по час импровизации демонстрирует Ибрагимович. Это уже там Роберто Манчи не задумал. Но еще наблюдал за фавале. А может быть и потому, что все-таки Замарея в атаке играет лучше. Еще вот один на один выход. И что-то пенальти. Отчет совершенно остался один на один. Там получая мяч. Смотрите. А, вот в чем дело. Никаких офсайдов. Молодцы арбитры. И провал полный в обороне. Обводит Салоеда. Ворота пустые. Левой забивает. Если бы Тольда его не свалил. Получает желтую карточку. Вы спрашиваете, почему не красная? Фолк последней надежды. Дело в том, что там еще рядом был защитник. И мяч уходил в сторону. Поэтому только лишь... Только лишь... Толь... Ай-яй-яй-яй. Только лишь желтая. Ибрагимович забил. Но ему скорее повезло. Не повезло Тольда. Он угадал направление удара. И удар был не очень сильный. Но, тем не менее, мяч нырнул под руками у вратаря. И счет стал 2-0. 2-0. Итак. Удар довольно-таки откровенным был. Посмотрите еще раз. С этой позиции лучше нам видно. Вот. И представляете, угадал. И все. Нырнул. Ну, хорошо. Тольда. И мяч, ударившись, а руки влетел в сетку. Ну, жалко, конечно, что вратарь указал ему Роберто Мончини. Но, во всяком случае, просто-напросто, скажем так. Четыре атакующих четко игрока сейчас в такой ситуации. Если в ничью, то будет одиннадцатый. Но вот первое поражение. И ударил поворотом. Издали таких ударов. Немало было поворотом Тольда. То вот, наконец, один закончился голом. И хорошо распорядился мячом. Мартинс из глубины поля. Вьерри пропустила лидера только лишь четыре гола в тринадцати вот этих еще неполных матча в серии А. Эммерсон, пас налево. Недвед. Блази. Мяч. Мартинс не успевает мяч подхватить. Ибрагимович играет с Недведом. Опять Ибрагимович, его коронный ход между двоих проброс мяча и он на газоне. Такие вещи никто не прощает, скажу вам. Ни в одной команде. Какого бы уровня она ни была. Так же тут его Станкович принял по-хоккейному и завалил на газон. Навес. Мяч уйдет за пределы. Поле удар от ворот. Тольда ведет мяч в игру. 2-0 серьезная фора. Интеру будет очень... Шесть команд имеют по 16 очков. Начиная от Интера. Он на десятой позиции и вниз до Ливорна. И Интер там... По другим несколько показать. В линию Хавбеков успеешь вперед. Молодой, красивый, задорный, выносливый. Честь тебе и хвала. Хавер Занетти ошибается и... Будет сейчас нарушать правила. Нет. И отдает мяч направо Ибрагимовичу. Эмерсон. Предыдущие ходы не комментируются. И так все было четко и ясно. Видно. Блази. Пас поперек. Направо отдает. Направо отдает. Ибрагимович. Ну, вот такая возня пошла. Хозяева поля бегают без мяча. Ибрагимович. Ну-ка, давай между двух сразу. Нет? Не вышло. Ибрагимович. Удар. Десять минут остается до окончания матча. Плюму. Там оставил шанс какой-то Фабио Капелло по игровой дисциплине подключиться к атаке, если... Ну, а пока что 2-2. Пас вперед. Опасная ситуация. С хода удар по воротам. Ибрагимович достает мяч. Наносит удар. Но... Не очень четко по нему попадает. К тому же ему еще тут и мешал так активно Кордоба. Мартинс плохо отдал мяч ему. Ибрагимович. Эмерсон. Дурам. Длинный навес на Ибрагимовича. Тот сбрасывает мяч. Партнеру. Предложение сыграть стенку. Недвед. Неудобно бить. Пас на правый фланг. Кто там? Писотто может быть. Навес. Длинный удар по диагонали в центр. Ибрагимович против Михайловича. Но никого больше нет. Едва не ошибся. Подхватывает мяч. В гости. Пас на правый фланг. Салоет Энедведер дайв центр. Нет. Не видел, что там открывался партнера. Ибрагимович был сзади. 2-2. И что? Свисток арбитра. Да. Паскуалер Дамонти, с моей точки зрения, отлично отработавший этот матч дает свисток угол.